Мужской полетельник продолжается. Начало первого на часах. Николай Голиков и Владимир Светланов. Мы еще раз вас приветствуем. Потихонечку отходим от разговора с Юрием Николаевичем Лапсевым. Интересно всегда с руководителем, председателем контрольно-счетной палаты, потому что те цифры, которые... Оно так и оно и есть. Неподдельный, объективный язык цифр. С другой стороны, насколько активно к позиции КСП прислушиваются? Мы говорили об этом и в эфире немножко, и за эфиром, что прислушиваются. Может быть, конечно, не на 100%, но тем не менее, когда мы говорили о бюджете, о том, что каждый год контрольная счетная палата говорит о тех рисках, которые могут возникнуть при исполнении бюджета. Она делает это каждый год. Сегодня же как раз за эфиром говорили о том, что прислушиваются на эти риски, обращают внимание. И в итоге какие-то позиции выправляются. Чему, собственно, свидетельствуют в 2017-го года. У КСП нет механизмов, прямых инструментов, чтобы наказать, пожурить и так далее. Этим все-таки занимаются уже компетентные органы на основе тех изысканий, которые КСП произвела. Передать прокуратуру, собственно, для того, чтобы дальнейшие мероприятия принимались. Мы сейчас разворачиваемся в кардинальном направлении, можно так выразиться. Сейчас у нас будет такая зимняя тема. Я тут читаю новости в перерыве. С разгромным счетом Кировская Родина проиграла в четверг, ой, простите, в субботу, Кемеровскому Кузбассу 16-2. Боже мой, что же происходит и такое? Ну, что происходит? Мы, собственно, в этом году видим то, что происходит. Уже не удивляют счет ни 16-2, ни 12-0, ни что не удивляет. А еще в субботу, 3 февраля, прошло мероприятие. С такого грустного сообщения начал тему. А в субботу прошло такое радостное, веселое, бравурное мероприятие. Порядка 4 тысяч человек собрались на нашей театральной площади. Здесь совсем недалеко. Это была общероссийская гражданско-патриотическая акция. «Россия в моем сердце» называется. Да, и она как бы была направлена на то, чтобы выразить поддержку тем спортсменам, которые поедут на зимнюю Олимпиаду в Корею под гитеральным флагом, где они будут выступать. Олимпиада начнется уже довольно-таки скоро. Буквально через неделю, по-моему, да? 9 февраля. 9 февраля стартует в пятницу. Очень скоро уже она. По 25 февраля. Южная Корея. Пхенчан, как известно. 169 спортсменов от России. Вернее, нет, не так правильно формулируется. Официально они называются «Олимпийский спортсмен из России». Вот такой статус. У нас национальной команды нет нынче на 23-х зимних Олимпийских играх. Честно говоря, мы с Николаем сейчас обсуждали, да, до начала нашего разговора в эфире. Мы как-то не очень следили за этими спортивными бателями. Я уж, честно говоря, не припомню, откуда многие-то растут. Я немножко сбился, потому что изначально, как вы говорили об одном, потом пошла другая волна. Я, честно говоря, очень удивился, когда узнал про эту акцию, потому что вот последнее, как бы, то, что шло там в средствах массовой информации, да, такие в основном гневные выступления, Россию унизили, мы не должны туда ехать. Это решение Международного Олимпийского комитета, собственно говоря. Да, собственно говоря. Я свое мнение выскажу, я там никакого унижения не нашел, как бы так, когда вот рылся вот в этой всей истории изначальной, да, связанной. И то, что наше руководство тоже признало собственные ошибки, можно судить хотя бы потому, что Виталий Мудко, так сказать, немножко сменил свою работу, вот, потому что, да, косяки были свои, косяки не были исправлены вовремя, вместо того, чтобы заниматься исправлением этих вот недоработок, так сказать, мы почему-то занялись пропагандой такой активной. В итоге вот мы имеем то, что имеем, и наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде без флагов своей страны. Да, и гимн российский там не будет звучать, и олимпийская форма, в общем-то, она такая. Да, да. Но, слава богу, на трибунах вроде бы флаги не запретили, поэтому болельщики, те, кто если окажутся в Корее в это время, то смогут триколорами нашими там помахать и поддержать спортсменов. Ну, не знаю, я к этому просто отношусь, вот, например, есть строитель. Вот он что делать должен? Строить. Есть спортсмен, он должен заниматься. Он должен заниматься, собственно, да, спортом. Если, опять же, вспомнить историю Олимпийских игр, то это ведь никогда же не было и соревнования стран. Это всегда были соревнования спортсменов. Вот, это уже как-то вот с развитием вот этих вещей в 20 веке как бы вот появились вот эти флаги и все прочее. Вообще, это, конечно, индивидуальные соревнования чаще всего. Итак, изначально, то есть, да. В субботу на театральной площади собрались известные кировские спортсмены, представители общественных движений, волонтеры и все те, кто неравнодушен к здоровому образу жизни и спорту. Была озвучена информация о том, что на эту Олимпиаду не поедут наши сильнейшие спортсмены, в том числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Анн, лыжник Сергей Устюгов, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Они все дисквалифицированы. Ну, а в субботу перед кировчанами выступили такие известные спортсмены, как мастер спорта, олимпийский чемпион по лыжным гонкам олимпийских игр 1972 года Юрий Скобов, участница олимпийских игр 1988 в Сеуле и олимпийских игр 1992 в Барселоне Любовь Гурина, участник олимпийских игр 2014 года в Сочи Алексей Суворов, он, кстати, у нас сегодня планируется на связи по телефону, финалистка олимпийских игр 2008 года в Пекине Анна Альминова, которая сейчас трудится с заместителем министра спорта и молодежной политики Кировской области. Любовь Гурина сказала, что считает, что сегодня наша поддержка очень нужна спортсменам, она дает им силы, чтобы выиграть. Они четыре года шли к этому событию и должны показать наилучшие результаты и отстоять честь нашей страны. Собственно, и с вами, слушатели, мы сегодня хотим поговорить на эту тему, на тему Олимпиады 211-101, номер нашего телефона. Будете вы следить за происходящим в Пханчане? Не будете? Интересна вам эта тема? Неинтересна? У нас, собственно, вопрос размещен. На сайте в нашей группе ВКонтакте предстоящая Олимпиада в Корее. Два варианта ответа очень простые. То есть мне интересно, то есть я буду следить, буду болеть, либо мне неинтересно, я не знаю, отвечайте, участвуйте в нашем разговоре. Хорошо. Смотрю предварительные итоги голосования. Не так много людей проголосовало, но все-таки это уже показательно. 65% на наших страницах ВКонтакте не интересуются и не будут интересоваться этими спортивными баталиями. И на нашем сайте хакирова.ру тоже лидирует вариант ответа. Две трети, 66%, 67% не интересуются. Ну, зимние Олимпиады не всегда менее популярны, чем летние, согласись. Ну как? У нас ведь страна северная такая. У нас страна северная, но тем не менее, тем не менее, вот даже, как показывают опросы, очень многие люди просто, даже если бы там выступала сборная России под своим флагом, то смотрели бы очень небольшую часть этой Олимпиады, там, ну, в основном, хоккей, конечно, да. Понятно все. Это все равно соревнования гораздо меньшего масштаба, поэтому внимания очень многих людей, они просто и так, и так бы не стали смотреть. Но, с другой стороны, я думаю, что это очень хорошо, что вот это мнение общеизменилось, что кто бы не поехал на Олимпиаду, под какими бы флагами не поехали наши спортсмены, поддержать их надо, мне кажется, это по-человечески. Поэтому то, что такая акция прошла, мне кажется, это правильно. Ну, кстати, у моей семьи там в детстве была традиция смотреть зимнюю Олимпиаду. У меня мама лыжница, она серьезно лыжами занималась, как-то вот она приобщила меня. В последние годы я не очень внимания большое обращаю на это, но все-таки уважение перед этими людьми, безусловно, я испытываю большое. Мы будем сейчас разговаривать с Алексеем Суворовым, конькобежец, мастер спорта международного класса, призер российских и международных соревнований, участник Олимпиады в Сочи. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Физкульт-привет, как говорится. Спасибо вам. Алексей, вот на ваш профессиональный взгляд, профессионального спортсмена, вот само это явление, отсутствие официальной российской сборной на зимних Олимпийских играх, вот что это значит? Это трагедия. Ну, как вы это оцениваете просто? Всемирная какая-то встряска, не знаю. Конечно же, это неприемлемо абсолютно. Как можно говорить о Олимпиаде, о выборе сильнейших спортсменов, если одна из стран просто не участвует, это и не приводится и сильнейших спортсменов, которые являются не только сильнейшими в стране, но и в мире. Причем не приводят не по собственной инициативе, а по мотивировке непонятных людей, основанной на непонятных доказательствах. Что я думаю по поводу тех ребят, которые едут, конечно же, я их поддерживаю за всех сил, потому что я как спортсмен не могу даже представить, что чувствуют люди, которые потратили всю свою жизнь, вышли, возможно, на лучшие секунды в своей жизни, на лучшую форму в своей жизни, и им буквально сказали нет. При том, что они не были ни отстранены, ни дисквалифицированы никогда в жизни, то есть имели безупречную карьеру, но вот так сложились обстоятельства. Конечно, их, безусловно, жаль. Но при этом нужно изо всех сил поддержать, посмотреть и поболеть за спортсменов, за молодых ребят, девчонок, которые поехали сейчас на Олимпиаду, скажем так, представлять. Все равно нашу страну представлять. Все равно, конечно, да. Несмотря на то, что нет флага, нет гимна, но мы же все прекрасно понимаем, если выйдет спортсмен под олимпийским флагом, мы поймем, что он из России, и так же будем его любить, поддерживать, ценить. И я не вижу проблем в этом никакой. А называть их предателями и устраивать всеобщую истерию, но это некрасиво по отношению к ребятам, и вообще как-то неправильно, на мой взгляд. А поясните, Алексей, вот 169 российских спортсменов туда поедут, в Южную Корею. Что это за спортсмены? Они не занимали первые места ранее. То есть они номер второй, номер третий, или как? Или я не прав? Или это тоже люди, которые готовились к этой Олимпиаде? Там абсолютно выборочно. Я, на самом деле, не уловил системы, по какому принципу отстраняли людей. Но там есть как и молодые ребята, которые не имеют опыта выступления в Олимпиадах, так и призеры и Олимпийских игр в Сочи. В том числе я по широтойку могу точно сказать, что едет Семен Елистратов. Он олимпийский чемпион в эстетике, в шорт-треке. Едут очень сильные... Есть девочка очень сильная, Софья Парфирна, в шорт-треке, которая очень неплохо выступает последние несколько лет, несмотря на свой возраст. Также, насколько я знаю, допустили Алену Зарарзину и ее мужа Вика Вайлда, которые были призерами Олимпийских игр. И ее муж был олимпийским чемпионом на Олимпийские игры в Сочи. Поэтому часть игр все же едет. То есть едут все-таки те сильные спортсмены, которые конкретно готовились к этим играм и готовы показать там хороший результат, да? К сожалению, не все, да, но едут. Вот из тех, кто поедет, есть такие, да? То есть это не только молодежь, как некоторые говорят. Конечно, конечно. И как в целом, Алексей, оцениваете шансы наших ребят на этой Олимпиаде? Теперь уже, конечно, гораздо ниже после отстранения большей части сильнейших спортсменов. Но я думаю, вся эта ситуация даст хорошую спортивную злость тем, кто поехал, чтобы доказать, что они готовы бороться и что они действительно одни из сильнейших в мире едут туда заслуженно. А возможно ли, на ваш взгляд, какие-то еще дополнительные провокации на этой Олимпиаде? По отношению к нашим спортсменам. Я искренне надеюсь, что... Да, я понял ваш вопрос. Я искренне надеюсь, что таких провокаций не будет. Но ничего, конечно, гарантировать нельзя. И со стороны спортсменов других стран тоже звучат нелестные отзывы. Они звучат уже довольно-таки давно. В том же конькобежном спорте, когда были все эти непонятки ситуации с Мельдонием, когда, в принципе, ребят оправдывали, ну, звучали нецеприятные возгласы со стороны голландских, норвежских спортсменов. И в фразочке унизительную спину. Но просто нужно не обращать на это внимание и делать свое дело. То есть такой, скажем так, солидарности между спортсменами нет, получается, да? Не все относятся к этому негативно, но далеко не все к этому относятся положительно. То есть, скажем так, есть те, кто сохраняет четкий менталитет, есть те, кто, в принципе, понимает ситуацию, есть те, которые категорически не приемлют. Ну, по большому счету, ведь, если человек, спортсмен, ему же интересно с сильными соперниками соревноваться, да? Он, как бы, по идее, заинтересован должен быть, чтобы победить, так уже сильных победить, сильнейших. Это само собой, но согласитесь, если не приезжает сильнейший спортсмен, и его якобы отстраняют по какой-то причине, что якобы он виновен в какой-то системе, то те, кто были вторыми и третьими, будут так рады этому, ну, так, по-хорошему, то им освобождается первое место, ближайшее призовое. И вроде бы как не просто так, не по болезни, а действительно отказ был с мотивировкой определенный. Хотя, по факту, доказательство ноль. Кстати, Алексей, мы не в курсе, или, может быть, подзабыли, а ваша кандидатура в качестве участника игр, она рассматривалась? Я не уверен, я, насколько знаю, подавал несколько списков, но я, опять же, не участвовал в квалификационных выступлениях в тактиках мира и не завоевывал квоты, поэтому я не думаю, что у меня все-таки был хороший шанс отобраться с чемпионата страны на Олимпиаду. Алексей, а вот смотреть Олимпиаду, следить, болеть будете? Да, конечно, в том числе и в шорт-рэйке, и в конькобежном спорте. Наш немногочисленный состав я с удовольствием поддержу и поболею за них. А известно ли вам, будут ли какие-то еще акции поддержки во время Олимпиады, в эти оставшиеся дни до ее начала? К сожалению, нет, пока никакой информации нет. Но я думаю, какие-то спонтанные будут. Но если будут, то если вам предложат, например, поучаствовать, то согласитесь. Да, если вы с ним поучаствуем. Поддержать наших спортсменов. Спасибо большое, спасибо, Алексей Суворов. Вам спасибо, всего доброго. До свидания, Алексей Суворов, конькобежец, мастер спорта международного класса, призер российских и международных соревнований, участник Олимпиады в Сочи в 2014 году. Я сейчас хочу эту формулировку произнести, и мы уйдем на небольшую паузу, формулировка «МОК», почему наша сборная не участвует под своим флагом на этой Олимпиаде. Систематические манипуляции антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России в период Олимпийских игр в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб. Вот почему мы туда не едем. Пауза сейчас. Продолжаем наш разговор. С вами, напомним, мы тоже, наши слушатели хотим побеседовать, 211-101, будете выследить за соревнованиями в рамках Олимпиады, 23-й зимней Олимпиады в Пхенчане, Южная Корея. Что вы думаете по поводу всей этой ситуации с нашей сборной? Надо ли поддерживать наших спортсменов в Олимпиаде? Всего будут принимать участие, смотрю, 92 страны. Кстати, любопытный факт. Сразу 6 стран впервые примут участие. Ну, вот послушайте, какие это страны. Республика Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор, Эритрея. Это все понятно, потому что это страны довольно-таки южные. Из жаркого климата и то, что... Ну, вот, кроме Косово, пожалуй, да. Но Косово просто появилось не так давно. Да, да. Любопытно, конечно. Так, мы сейчас будем беседовать. У нас... Кто у нас на связи? Слушатель у нас? Слушатель? Алло. Да, да, да. Да, это Игорь Юрьевич, да? Да, и Игорь Абухов, первый заместитель директора регионального центра зимних видов спорта «Перекоп». Игорь Юрьевич, пытаемся мы на своем местном уровне дать оценку происходящему до, во время там... Да, вокруг Олимпиады. Вокруг Олимпиады, да. Вокруг Олимпиады, да. Как вы все это дело комментируете? Что вы для себя вынесли из всей этой истории? Заслуженно, незаслуженно? Вот такое с Россией у нас. Ситуация, честно скажу, очень неординарная, очень плохая ситуация именно для спорта, именно для Олимпийского движения, когда все же принципы Олимпийского движения, главное, не победа, а участие, когда происходят такие вообще непонятные вещи, особенно в сфере спорта, это очень хочется задуматься вообще, что такое Олимпийское движение, что такое МОК, и для чего это вообще существует. Слушайте, а вот сейчас у меня появился вопрос, а дальше это что будет с нашей командой? Вот пройдет эта Олимпиада. Мы как должны будем урегулировать отношения с Международным Олимпийским комитетом? От нас что хотят-то сейчас? Я думаю, что нас хотят просто выбить из КВИ. Просто выбить. Какие-то принять решения вообще неординарные. Они же думали, что у нас вообще команда не пойдет, все откажутся. А тут опять им получилось, что команда едет, завоевывает медали за себя, за тех парней, которых отстранили. Так вот, Игорь, смотрите, вот когда решение было МОК принято, ведь и у нас в России многие кричали и говорили, что нельзя ехать на эту Олимпиаду, не надо там, ни в коем случае, нашу страну обидели, унизили, и мы не должны ехать туда. То есть мы должны отвернуться, гордо поднять голову и плюнуть на все. Вот ваше-то отношение к этому какое? Ну, вот повторять какие-то ошибки. Мы уже повторяли эти ошибки, когда бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе. В итоге потом на 8 лет идет отстранение вообще от Олимпийских игр, от Олимпиад. Зачем давать шанс для соперников, чтобы нас могли не наказать? Поэтому как бы правильно то, что поехали наши ребята на Олимпиаду, да? Это вообще безусловно правильно. Тем более мы уже ездили на две Олимпийские игры. Это был Альбервиль в 92-м году, когда поехала объединенная команда. Когда помните? Союз вообще развалился. Вообще трагедия всего. Мы все туда поехали, завоевали медали, и ничего страшного не было. Да, был у нас этот флаг Олимпийского движения, но от того, что спортсмены там выступали, выступали россияне из Советского Союза все. Как, Игорь Юрьевич, оцениваете шансы наших спортсменов на этой Олимпиаде на то, чтобы выиграть медали, попасть в число призеров? Ну, после того, что с нами творили, как над нами издевались, как нас то допустят, то не допустят, сильных ребят просто выбили из колеи. И в итоге, вы сами видите, биатлонистов поехало два человека. То есть, всегда биатлонная команда на всех Олимпийских играх завоевала первое место. Всегда это было. На самое больное били. То есть, ударили по самому больному месту? Конечно. Именно на авторитет, вообще авторитет. Алыжников Сергей Устиков выиграл один Кубок Мира, второй Кубок Мира. О, он чемпион. Давайте Киеву, это самое. А Виктор Антон, гордость, он сам из этого Кореи. Ну, хотел выступить парень, стать вообще, может, каким-то девятикратным, десятикратным чемпионом Олимпийских игр. Тоже медали. Тем более на земле своих предков, да. На земле. Это сделано вообще просто какая-то провокация на самом высоком уровне. Слушайте, а скажите, как вот эта вся ситуация отражается на юных спортсменах, на тех, кто еще делает только первые шаги? Как-то меньше рвения, как-то обида? Нет, обиды ни у кого нету. Вы знаете, только приехал с российских соревнований, да, общался со всеми коллегами, и с тренерами, и со спортсменами. У всех, понимаете, какая-то злость вообще на... на всю эту ситуацию, и все хотят добиваться, хорошо выступать и доказать именно своими результатами, что нельзя русских просто так обижать. То есть не в перепалках участвовать, не ругаться там, а именно конкретно своими способностями. А на дистанции показывать, да, доказывать своими успехами. Конечно, да. Доказывать своим трудом, своими результатами, потому что что такое в спорте? В спорте есть один результат, это протокол результатов, и там, где написано. Первый, второй, третий. Других критериев нету, все. Кстати, выходцы из Кирова ведь будут участвовать, да? Да, конечно. В Олимпийских фигах? Порядка четырех или пяти спортсменов, по-моему, что-то. В новостях это была информация. Вы сами-то будете смотреть, следить? Да, я всегда слежу, потому что это же моя жизнь. Понятно, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, да, это Игорь Абухов. Да, спасибо. Игорь Абухов, первый заместитель директора регионального центра зимних видов спорта «Перекоп». 211-101, вы тоже можете нам дозвониться и высказать свое мнение. Я смотрю на то, как голосование происходит на нашей странице ВКонтакте и на нашем сайте хакирова.ру, но по-прежнему отвечает большинство, 60, почти 70 процентов, и на сайте, и на странице, что предстоящая Олимпиада не будет интересно. Ну, то есть, смотреть не будут эти люди, да? Ну, я думаю, что... Но я смотрю, вот... Определенное лукавство есть. Права на трансляцию, мы получили первый канал России, один матч, матч, ТВ, Евроспорт. Я думаю, определенное лукавство есть, другое дело, что не все будут смотреть, да, ну, что-то, что-то все равно смотреть будут, потому что, вне зависимости даже от участия там российских спортсменов, часть соревнований олимпийских всегда крайне интересна, да, они красивые, интересные, их стоит посмотреть, я думаю. Нет, действительно, если вернуться к этому вопросу, то есть, а как дальше-то, как мы можем урегулировать отношения-то с МОКом? Нет, в смысле... Я не интересовался этой темой. На данный момент ведь там ничего такого на будущее нет, то есть, на эту Олимпиаду люди дисквалифицированы, дальнейшая работа будет идти, также точно будет осуществляться там контроль над тем, как осуществляться допинговый контроль и так далее, в следующей Олимпиаде никто не говорит о том, что Россия на всю жизнь отстранена от Олимпийских игр, понимаешь? Нет, то есть, об этом частный случай, да, речь идет о конкретном частном случае, но, к сожалению, очень, скажем так, болезненным. На самом деле, мне жалко спортсменов, потому что это, на самом деле, люди, которые готовятся к Олимпиаде, да, там целый штат людей, которые рассчитывают, чтобы они вышли на пик формы именно в этот день, да, то есть, это идет такая подготовка, и потом, когда все рушится, конечно, крайне обидно, повторить такой пик крайне сложно, и век спортсмена крайне короток ведь, да? Ну, зависит, конечно, от вида спорта, где-то можно и подольше. Про шахматы я говорить не буду, а про виды спорта... В каком-нибудь керлинге? Там тоже, я не думаю, что в 60 лет ты будешь выступать. Будешь востребован, по крайней мере. Итак, у нас сейчас будет реклама. Мы прервемся и скоро продолжим. Обсуждаем мы тот факт, что официальной команды от Российской Федерации на предстоящей Олимпиаде в Пьенчане не будет. Под нейтральным флагом, без гимна. Собственно, форма, да? Не олимпийская, специально разработанная. Что все это значит? Как это все отразится на спортивной сфере в целом? В том числе мы сейчас поговорим с Павлом Андреевым. Он на телефонной связи. Это шестикратный чемпион мира по зимнему триатлону. Многократный чемпион России. Участвует в дисциплинах зимний триатлон, кросс-триатлон, кросс-дуатлон. Павел, добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, где мы вас поймали? Вы сейчас где географически находитесь? Нам подсказали, что вы в Верхошижиме часто тренируетесь. Самый из Кемерово выступаете за Красноярский край. Где вы сейчас находитесь? Так получилось, что сейчас нахожусь на Кировской земле, в поселке Верхошижиме. Тренируетесь? Тренировочный процесс? Это отличная база. Готовимся. Мы знаем, что там даже из Белоруссии, по-моему, приезжают лужники тренироваться. Там прекрасная база, что же наезжать-то, да. Как у вас там атмосфера? Да, это так. Как атмосфера, как погода? У нас тут областной центр завалило снегом. Да, у нас тоже завалило, но вы знаете, что нам погода не помешает для подготовки к главным стартам. Это все в порядке, все нормально. Павел, дайте свою оценку произошедшему. Вот эта ситуация, которая сложилась вокруг нашей сборной. Вокруг настоящей Олимпиады. Ну, все понимают, что на Олимпийские игры поехали одни профессионалы. Они знают спортсмены, знают, зачем поехали, для чего поехали. Я думаю, что каждый хочет из них победить. Все-таки это мечта каждого спортсмена, мечта детства. Жалко, что эта мечта детства превращается, вот видите, сами во что. В беспредел, я бы сказал, чиновников мог. Но хочется пожелать удачи и борьбы до конца, до финиша, чтобы никто не сдавался. Все-таки русский человек никогда не сдается. Павел, вот смотрите, все-таки 169 человек у нас едут. Из них ведь далеко не все сильнейшие в своих дисциплинах. Вот как вы оцениваете вообще шансы нашей сборной, которая доедет? На что можем надеяться? Однозначно медали будут. Возможно, не в тех количествах, как планировали изначально. Но даже тот второй состав, который подтянули на эти игры, я думаю, что будет бороться. И все-таки кто-то из молодежи возьмет медаль, и мы будем все этому очень рады. Мы, видимо, в общем медальном зачете не будем участвовать. Как страна, мы не будем участвовать. Посчитать можно. Какой-то отдельной строкой в таблице мы все-таки будем присутствовать. Мы можем посчитать, да. В целом, Павел, на спортсменах, которые занимаются зимними видами спорта, как это отразилось? Морально, эмоционально? Тяжело? Да, на самом деле морально все выхолощены. Тяжело восприняло спортивное сообщество, да? Поначалу было очень тяжело. Я могу сказать от всех лыжников, гонщиков, с которыми общаюсь. Все очень тяжело перенесли это. Но сейчас все понимают, что на Олимпийских играх останавливаться не стоит. Очень много этапов Кубка мира, чемпионатов мира и подобных международных высоких соревнований, так же, как и в серии марафонских гонок. Поэтому много еще гонок, много стартов. И я думаю, что наши еще поедут на Олимпиаду именно под российским флагом, с российским гимном. Ну, через четыре года. Ну, хотелось бы верить, что через два года уже это получится на летнюю Олимпиаду попасть. А, ну, на летнюю, да, конечно. Я про зимнюю говорил через четыре, да. Да, и дальше, конечно же, хотелось на зимнюю. Спасибо большое. Удачных успехов вам. Хороших. Да, еще, Павел, Павел, еще один вопрос. Вы сами-то болеть будете, да? Смотреть будете? Да, конечно. Конечно, будем следить, будем болеть. Отдавать свои силы. И ваши пожелания о нашей команде? Ну, удачи, удачи. Только удачи. Удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Павел Андреев. Спасибо вам. Да, шестикратный чемпион мира по зимнему триатлону. Триатлону, многократный чемпион России. Что-то мы у Павла не спросили. Он-то как с Олимпиадой. Или триатлон не входит, да? Видимо, в список олимпийских видов спорта. Мы тут вспоминали уже про Олимпиаду 2022 года. Я пошел смотреть, где она будет проходить. В Пекине. Да, в Пекине зимняя Олимпиада. Что-то у нас все зимние Олимпиады в озеро ушли. Куда-то, да. На восток. На восток. Да, 211-101. Вы тоже можете дозвониться и высказать свое мнение по этому поводу. А мы, меж тем, еще будем связываться со специалистами. И хотим мы, кстати, еще поговорить в прямом эфире с корреспондентом портала «Свойкировский» Анастасией Печугиной. Она сделала большой материал на сайте «Свойкировский». Из которого следует, что это мероприятие на театральной площади, которое, по официальным данным, 4,5 тысяч человек собрало, было, мягко говоря, не слишком добровольным. Ну, у нас, понимаешь, когда, опять же, в Москве, в Москве 60 тысяч собралось, да? Что-то не помню. Да, 60 тысяч. Я прочитал и забыл. И тоже Москва сильно удивлена, ни с того ни с сего, очень быстро вдруг. Это как бы добровольно очень сложно организовать, чтобы 60 тысяч москвичей в одном порыве вышли в заранее определенное место и в определенное время. Понятно, что это наш обычный принцип такой добровольно-принудительной явки. Добровольно-принудительной. Ну, а сейчас у нас на связи, может быть, неожиданно, но все-таки Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области. Человек близкий к спорту. Четвертого и пятого созыва. Дмитрий Михайлович, добрый день. Да, добрый день. Да, здрасте. Всем слушатели, хорошего дня. Слышал вашу дискуссию. Поддерживаю Николая, что собрать 60 тысяч в плохую погоду в Москве можно только по той методике, которую он сейчас нам всем рассказал. Ну, она же известная методика, Дмитрий, так что она никого-то не удивляет. Ну, на самом деле, я думаю, что на диване, у телевизора, как бы на кухне все россияне хотят поддерживать нашу сборную, пускай хоть без флага, хоть как, но это наши ребята, наши спортсмены. Они к этому готовились, они к этому шли многие десятилетия, так что в данном случае, конечно, мы будем за всех за них болеть, несмотря ни на что. Ну, Дмитрий, ведь изначально, на самом деле, очень была распространена такая версия, что вот те, кто поедут, это предатели Родины, их надо проклинать, а не болеть за них. Вот как-то она не нашла поддержки, получается, так в народе, да? Ну, я думаю, что просто любой нормальный человек, который там хоть какое-то имеет отношение к спорту, понимает, что в данном случае это неуважение к тем ребятам, которые отдали десятилетия для этой Олимпиады. И кто-то, может быть, больше и не предстоит возможность туда поехать, потому что профессиональный вид спорта, это олимпийские все-таки виды спорта, ну, вообще, спорт профессиональный, он очень короткий для спортсмена. Вы, я тут вспоминал историю Григория Дегтярева, нашего известного спортсмена-трейборца, и вот он в 84-м году, он не поехал на Олимпиаду в Америке из-за того, что была. И, в принципе, это была бы его Олимпиада, он до сих пор знал, что на тот момент он был лучшим вообще спортсменом и показывал те результаты, которые до сих пор не побили. Это когда бойкот был, да? Да, 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 да. Они не приехали в Москву в 80-м году, в 84-м. И мне очень часто он рассказывал эту историю, и всегда очень с таким большим переживанием, что все-таки он вцел к этой олимпийской медали, он к ней фактически пришел, но срыв Олимпиады не позволил ему уже стать олимпийским членом, и на следующую Олимпиаду он уже не поехал. Вот эта вся история, Дмитрий Михайлович, она как скажется на всей спортивной отрасли? Какие последствия будут, на ваш взгляд? Последствия вообще для нас, я думаю, что нехорошие, потому что в данном случае мы должны четко понимать, что пропуск такого там олимпийского цикла, это всегда такая есть определенная проблема для развития вообще спорта. При этом мы говорим, что, как бы, конечно, наши чиновники, которые занимаются спортом, должны все-таки большое внимание обратить на то, как готовятся спортсмены и не подставлять наших спортсменов в будущее. Да, чтобы не было таких историй, которые произошли вот у нас в этом году, и в том году у нас была тоже похожая ситуация, когда поехали на Олимпиаду в Бразилию. Конечно, ребят очень жалко, и все, кто могут, и кого приглашают, должны ехать на Олимпиаду и сами себя реализовывать, и показывать, что они лучшие, и то, что они делают, они это делают не только для себя, а для всей страны. Ну вот мы не так давно общались по телефону тоже с Алексеем Суворовым, нашим знаменитым конькобежцем, он считает, что не исключены все-таки какие-то провокации, какие-то уколы и на этой Олимпиаде. Ну, слушайте, ну такие провокации, провокации, они всегда бывают в любом направлении, в любых как бы видах спорта, и в том числе, но и даже на чемпионате России бывают провокации между российскими спортсменами. Я вам честно говорю, что иногда и боксерам, которых я очень люблю, на чемпионате России отдают места не тем, кто победил в бою, но это бывает везде и вокруг. То есть вы полагаете, что ничего такого сверх нормы провокативной, ничего такого не будет уже, да? Ну, я очень это надеюсь, потому что считаю, что везде присутствуют спортсмены, люди, которые понимают, что такое спорт, и спортсмены не виноваты в каких-то вещах, которые связаны или с государством, или с политикой, или с какими-то чиновниками. А вот еще, Дмитрий, такой вопрос, смотрите, ведь у нас же подготовка к Олимпиадам, да, она довольно-таки финансируется у нас, да, идет финансовое обеспечение и так далее. Поэтому вот такого рода вещь, как вот недопуск олимпийских спортсменов, может быть, скажется еще и на снижение финансирования спорта, нет? Ну, я надеюсь, что этого на самом деле не произойдет, но если вы посмотрите там последние данные, которые за 2010 год, за 2014 год, значит, особенно 10 год, когда еще министром спорта был господин Мутко, значит, мы поставили рекорд вообще, у нас была самая дорогая золотая медаль в 2010 году, мы потратили 365 миллионов, по-моему, если памяти не изменят, на одну золотую медаль, на подготовку. То в данном случае, как бы это на самом деле большой рекорд, как по Олимпиаде, которая была в Сочи, она была самая дорогая вообще за всю историю. То в данном случае, я так понимаю, что результаты и денежные финансирования никак не связаны. Да, да, да. Но на самом деле об этом никто не думает и, в общем-то, об этом никто не задумывается. Как бы, я надеюсь, что надо вкладывать не только там, как бы, на подготовку к Олимпиаде, но в первую очередь на развитие массового детского спорта, который дает как раз снизу эти победы и олимпийские медали. Спасибо большое. Да, Дмитрий, сами-то будете следить за Олимпиадой? Да, конечно, будут судьи, потому что, как бы, мы должны поддерживать тех ребят, которые будут вдвойне тяжело, потому что все-таки они с какими-то идут ограничениями, с повышенным вниманием со стороны там и Олимпийского комитета, и других спортсменов. То в данном случае... Да, я думаю, что со стороны судей тоже. Да, и судей тоже. Ну, в данном случае, это все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так что давайте будем двигаться вперед и будем побеждать, если мы такие сильные. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Да, Дмитрий Русский, депутат Заксобрания Кировской области, четвертого и пятого созывов. Вот читаю на ТАСС новости, буквально недавно вышло сообщение о том, что комиссия Международного Олимпийского комитета отказала 15 россиянам, это 13 спортсменов и 2 тренера, которых ранее оправдал спортивный арбитражный суд, отказала в приглашении для участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Ну, суд, суд, как бы, да, там, сделал, МОК подал апелляцию, насколько я знаю, подал апелляцию, поэтому там уже такие вещи идут. Но, насколько я понял, эти 15 спортсменов в список этих 165-ти, то они не включены, это возможные участники. А, возможные? Да, то есть 169-169 все равно поедут. Они уже были как бы запрещены, но вот суд как бы вроде бы дал им разрешение, а МОК по-прежнему выступает против. Биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, лыжные двоеборья, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплинов, рестайл, сноуборд, санный спорт и хоккей с шайбой. Это, собственно, те дисциплины, которые будут представлены на этих Олимпийских играх. У нас буквально остается минута, сейчас наш редактор, видимо, общается или пытается общаться по телефону с Анастасией Печугиной, это корреспондент портала «Свой Кировский». Хотели бы мы ее расспросить, что она своими глазами видела на Театральной площади, когда вот эти, по официальным данным, 4,5 тысячи человек туда пришли. Когда проходила, собственно, акция, о которой мы сегодня рассказываем, да? Да. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в эфире, да, буквально минута у нас остается. Что вы видели? Действительно ли там вот все пришли добровольно по зову сердца? Что рассказывали люди? Да, нет, вы знаете, на самом деле, все, к кому я подходила из людей, все, с кем говорила, пришли вместе со своим коллективом, то есть по просьбе начальства. Вот. Некоторые были молодые ребята, например, студенты, они стояли с флагами, и вот некоторые молодые люди даже говорили, вот нам какие флаги дали, мы с теми и стоим. А об этой партии мы даже слышим впервые. О молодой гвардии. О молодой гвардии. Да, да. Анастасия, а вот сами они, ну хорошо, они пришли с коллективом, но они проявляли какую-то заинтересованность какую-то вот в этой Олимпиаде? Вот они же свое мнение о ней имели? Ну, вы знаете, я спросила у нескольких человек вообще, как они относятся к этой ситуации, и у большинства, так сказать, ну равнодушная такая позиция, им в принципе все равно. Ну, были, конечно, и такие, кто хотел поддержать, вот, но как бы они пришли все-таки больше по просьбе начальства. А речи со сцены спортсменов, чиновников, они как там воспринимались среди людей? Ну, аплодисментами были какие-то выкрики, ну такие, в принципе, позитивно воспринимались, то есть не видела я никакого большого негатива со стороны аудитории. То есть, в принципе, хорошее мероприятие получилось, доброе, да? Ну, старались делать все по-доброму, скажем, да. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Анастасия, за ваши комментарии, корреспондент портала «Свой Кировский», которая была на митинге в субботу на Театральной площади Анастасия Пичогина. Между тем, время наше истекает, завершаем на этом программу «Мужской понедельник». Ну что, желание каждого, собственно, смотреть, следить за Олимпиадой, не следить за Олимпиадой. Это каждый выбирает для себя. Но в любом случае, желаем нашим спортсменам успехов. Все, на этом прощаемся. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин